МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы начинаем 10-й юбилейный международный турнир по смешанным боевым единоборствам ММА. На Кубок губернатора Сахалинской области. И в честь этого события мы с вами посмотрим 10 боев по количеству лет, которые будут интересные и захватывающие. Смотреть и комментировать сегодняшние бои буду я, комментатор Илья Обломов. И ко мне будут присоединяться непосредственные участники сегодняшнего события, бойцы и почетные лица. Ну а на ваших экранах сегодняшний ринг-анонсер Максим Воронов, четырехкратный чемпион мира по ММА. Ну и, друзья, вот знаете, если говорить о географии бойцов, которые прибыли на Сахалинский ринг, то это, естественно, большая география в этом году. Соответственно, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Благовеченск, Якутия, Узбекистан, Южная Корея, Беларусь. В общем, хорошая география участников в этом году. Расширяется год от года наш турнир, и это не может не радовать. Ну и на ваших экранах парад спортсменов сегодняшнего вечера. Те спортсмены, которые будут питься друг против друга. Да, это так, спорт достойных мужчин, да, это так. Тут вера, воля, дух и воприотизм. Следатель падать вниз, чтобы продолжать сражаться. Достижение цели, лучшая мотивация. Чемпиона сквозь соперника, круши, но вдаль. Победа над собой, ему важнее, чем медаль. Нет боли, сил не жаль, зубы удар держать. При неудаче на бальтёпы дай мне ждать. Каждый из нас стою воин, я уже чемпион. И нам не важна клетка ринк или автокон. Заряженный кулак, как боевой подгон, подгон. Новый заряд, подгон, новый приём. Открыл казаки до приволжских парей. Россия, союз, МРМ. С северо-западой до сибирских земель. Россия, союз, МРМ. С вершин урала, ты до восточных морей. Россия, союз, МРМ. Идут войны, страны-богатырей. Россия, союз, МРМ. Нормально же. Россия, союз, МРМ. Сверей на строй в бойцах. Готовы всех вокруг переселить пацан. Тут на весах победа и коричи поражений. От старых достижений до следующих решений. В любом положении бить и быть на биге. И вредить только цель в конце. Не слышать кириги. Не смеются мнения, улучшить на этом риге. И в чемпионской книге. Вписать себе специфильники. Это лучшее из всех наград. Будьте всегда по плану, но никогда наугад. Был бы пахал, подтянул я ударовка. Аппонент по стволу празд. Первой минуты не рад. Теперь, поверь, не зная сполна. Либо бы найти защиту, одна страна. Кажется, был дана возможность выйти из народа. И стать таким же легендарным воином, как Город. Аплодисменты, дорогие друзья. Большое спасибо за эффектный выход. За исполнение официального гимна союза ММА. Благодарим нашего гостя из Дубы. Только что гость. М-бокс. Марсель исполнил гимн союза ММА. И сейчас на ваших экранах ринк-анонцер Максим Воронов представляет специальное приветствие Федора Емельяненко. Смотрим. Добрый вечер, дорогие друзья. Поздравляю вас с 10-летним ММА на Сахалине и Курилах. От себя лично и от Союза ММА России выражаю огромную благодарность Сахалинской Федерации Смешных и Наборств за отличную работу. Многое сделано, но еще большее предстоит сделать. Уверен, что энергии моего друга Евгения Лотина, тренеров и спортсменов хватит еще не на один десяток лет. Выражаю благодарность правительству Сахалинской области и лично губернатору Кожемяка Олегу Николаевичу за поддержку смешных единоборств и за организацию международного турнира на Кубок губернатора Сахалинской области. Удачи спортсменам и пусть победит сильнейший. Спасибо президенту Федерации ММА России Федору Емельяненко за это представление, за это поздравление. Ну и министр спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Антон Владимирович Зайцев прямо сейчас будет говорить приветственное слово, предваряя большое спортивное событие. Добрый день дорогие сахалинцы, добрый день дорогие гости нашего замечательного острова. Позвольте поприветствовать вас и поздравить вас с открытием традиционного международного турнира по смешанным видам единоборств ММА. Сегодня мы с вами находимся действительно в очень праздничной и значимой обстановке. Мы сегодня формируем историю. Ведь сегодня, десятый раз, мы проводим этот турнир. Я могу сказать, что турнир имеет свои добрые традиции, насыщенную и великолепную историю. А самое главное, турнир сегодня имеет успех. А успех заключается в том, что сегодня две тысячи зрителей посещают это мероприятие. Успех состоит в том, что сегодня в этом ринке находятся такие заслуженные спортсмены, которые являются одними из лучших не только в Российской Федерации, но и стран Европы и Азии. И, конечно же, это стоит достойного уважения. Я хотел бы поблагодарить за это прежде всего Федерацию ММА Сахалинской области и лично ее руководителю, руководителя нашего заслуженного и прославленного спортсмена Евгения Лотина. Благодаря вам вы создали для нас и подарили этот праздник. Дорогие сахалинцы, я желаю вам получить сегодня хорошее настроение, много эмоций, положительных и позитивных эмоций. Ну а вам, участники, честной и бескомпромиссной борьбы. Спасибо вам большое и хорошего вечера. Сегодня бои с вами будут смотреть я, спортивный комментатор Илья Обломов. И ко мне будут присоединяться те люди, которые очень близки к спорту, к бойцовскому спорту. И первым сокомментатором, первым гостем в нашей передвижной студии ОТВ будет двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный чемпион Европы по боксу. Олег Эликпаевич Саитов. Олег Эликпаевич, добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, большое событие, согласитесь, большое событие. И вот огромная, наверное, ответственность на Сахалинской Федерации ММА лежит, проводя такое юбилейное большое событие. Вот на ваш взгляд, 10 лет много, мало ли такой организации? Ну, на самом деле, я считаю, что много. Но я надеюсь, что история ММА по Сахалину будет продолжаться. И также будут появляться интересные, яркие спортсмены. И также будут радовать нас своими поединками и будут свои чемпионы мира еще. Поэтому... Если говорить, да, о том... Мы же всегда хотим видеть в спорте, в спорте больших достижений сахалинцев. Вот если говорить о том, чего достигла сегодня Федерация ММА Сахалинской области, успешно растят наших сахалинцев, наших бойцов? Я думаю, что успешно. У нас, как вы сказали, уже в 10-й раз проходит этот турнир. И каждый раз наши ребята в Сахалинской области себя достойно представляют. И даже если где-то не хватает в мастерстве, то в желании, они добирают желание. Поэтому молодцы. Ну, все еще впереди. 10 лет такой срок, когда можно и смело вставать на ноги. Итак, первый бой сегодняшнего вечера. В красном углу ринга спортсмен из Кыргызстана Бахтиярдой Чубаев. Спортсмен успешно выступает в соревнованиях, которые проводятся в Кыргызстане. Вес 68 килограммов. Вообще, это весовая категория 63 килограмма. Но вот на взвешивании был зафиксирован у Бахтияра вес 68 килограммов. Рос 173. 23 года спортсмену. Вот 23 года для бокса, для ММА. Много или мало? Или это самый расцвет? Это самый расцвет. Вообще, самый расцвет до 25 лет. Примерно около 25 лет для бойца самое то. А 23 года еще, можно сказать, человек еще растет, развивается. Потому что после 30 ориентировочно начинает падать скорость уже у спортсмена. Ну вот несмотря на такой возраст, вот средний возраст спортсмена, ему, он уже является кандидатом в мастера спорта по ММА, победителем международного турнира по ММА GFC 2015 года. Вот в 23 года спортсмен уже психологически готов к таким победам? Я думаю, готов. Я думаю, готов. Тем более, что... Я думаю, что... Я не знаю, каким видом спорта он занимался до ММА. Но, скорее всего, были какие-то единоборства. Сейчас по манере ведения боя мы сейчас, наверное, поймем, каким видом спорта он занимался. Ну вот я хочу сказать, я хочу отметить, что у нас в сценарии, да, и в файт-картах не написано то, каким стилем владеет и какой стиль предполагается у того или иного бойца. Да, и вот мы с Олегом Олеговичем разговаривали перед боем. Это сделано намеренно, правильно? Да, скорее всего. Здесь не то, что каким стилем обладает, а какой вид спорта базовый, так скажем. Потому что база – это тот вид спорта изначально, которым молодой человек занимался. Ну и вот сейчас второй боец сегодняшнего первого боя – это Владимир Вифтич. Город Благовещенск, синий угол ринга, 23 года также спортсмену, рост 170 сантиметров, вес 63 килограмма. Вот Владимир уже более-менее, да, вот в этом, вот в этой весовой категории. Владимир является чемпионом Амурской области по рукопашному бою, чемпионом Приморского края по ММА, победитель турниров по Панкратиону, вызов Амура. Ну вот Владимир сейчас, да, раздевается перед октагоном, перед рингом. И по Владимиру видно, что вот выглядит он несколько легче. Бахтияра имеет вообще на ринге вот какое-то влияние, вот вес, да, и чувство, такое ощущение спортсмена, вот как он легче. Легче себя чувствует. Конечно. Конечно, есть такое понятие, как боевой вес. Это когда спортсмен находится именно в оптимальной боевой форме. И если именно боевой вес у человека на 3-4 килограмма выше, это заметно даже вот визуально. Поэтому посмотрим. Ну вот если брать до скорости движения, понятно, что боец, который весит, может быть легче, чувствует себя легче на ринге, да, перемещается по рингу быстрее. Не влияет это на ударную технику, на силу удара, на мощь удара, на мощность удара? Вообще, сила удара, это скорость, вам нужна и на массу, поэтому сейчас посмотрим. Итак, дорогие друзья, вот сейчас Максим Горонов нам представляет участников, которые находятся в октагоне. 63 килограмма, рост 170 сантиметров, 173 сантиметра, как кандидат мастера спорта по ММА Кыргызстана, победитель международного турнира по ММА JFC 2015, победитель Алаш Прайд Селекшн 2015, это Бахтияр Тайчубаев. На ваших экранах спортсмен из Кыргызстана и Владимир Вивдич, синий угол ринга, 23 года, рост 170 сантиметров, вес 63 килограмма. Чемпион Амурской области по рукопашному бою, чемпион Приморского края по ММА, победитель турниров по панкратиону, вызов Амура. На ваших экранах Владимир Вивдич. И всегда же приятно поддерживать спортсмена из России или, может быть, симпатии стоит отдавать каким-то спортсменам, которые выступают за другие страны? Вот. Я хорошо знаком с его тренером, с Резником, который, я надеюсь, подойдет, что нам все тоже поможет комментировать попозже. Очень хорошая школа, очень перспективный тренер. На мой взгляд, один из интересных, самых интересных на Дальнем Востоке. Итак, дорогие друзья, закрывается калитка клетки и начинается первый бой 10-го международного чемпионата по смешанным единоборствам ММА на приз губернатора Сахалинской области. Начинаем смотреть. И Владимир, да, сразу очень хорошо сначала. Мне кажется, ударник типа кикбоксингом занимался, скорее всего. Да, очень хорошо, быстро, молниеносно. Кик. Лоу-кик. Раздергивает Владимир своего соперника. И пару ударов уже достигли в цель. Бахтияр пока примиривается к сопернику. На средней, да, дистанции, я так понимаю, сейчас идет бой. Больше с дальней сведения, это когда они могут достать руками. Ну, это в боксе, по крайней мере. Ну, вот тем не менее, сейчас такая, да, боксерская техника преобладает. Ударная. Ударная техника. Попал сейчас Владимир. В ударной технике продолжает вести бой бойцы. Пытается Бахтияр. Атаковать соперника. Попал еще передней рукой. Володя. Да, действительно, Владимир, возможно, из-за своего сложения, да, смотрится на ринге несколько легче, несколько быстрее, молниеноснее. Не рискует пока. Не рискует пока. Спортсмены. Я напомню, что это два раунда, да, по пять минут. Еще раз Владимир попадает у Бахтияра. Я так понимаю, где-то появляется кровь. Не стал наносить Владимир. Удар ногой. В боксе говорят, если ты не можешь с дистанции обыграть своего соперника, то надо идти драться. Здесь в данном случае бороться. Поэтому Бахтияру на дальней дистанции, наверное, не надо работать ему. Надо вблизи. Потому что на дистанции Володя поинтереснее смотрится, на мой взгляд. Ну, и вот сейчас была возможность, да, может быть, перевести все это дело в партер. Не воспользовался этой ситуацией Бахтияр. Видимо, у боица работают в ударной технике. И мы увидим сегодня больше такой, да, больше, наверное, боксерский поединок. Вот я имею в виду первый бой сегодняшнего вечера. И вот это падение Владимиру сейчас может стоить. Очень дорого. Посмотрим. Бахтияр сейчас находится в более выгодном положении над Владимиром. Наносит удары. Защищаться сейчас приходится Владимиру, да. Отходит назад, ближе к сетке. И в защиту, в защиту Владимир. Не отдастся, не отдастся. Не удается Бахтияру занять такую позицию для атаки. Закрывается Владимир. Тем не менее, какие-то удары проходят в голову. Не останавливает бой рефери Дмитрий Сазонов. Тяжело сейчас приходится Владимиру. И много сил потратить сейчас. Останавливает судья Дмитрий Сазонов бой и Бахтияр Тойчубаев. Бахтияр Тойчубаев выигрывает первый бой сегодняшнего вечера. Увы, для Владимира Гивдыча не очень, да, утешительно заканчивается этот бой. Олег Галифович, что увидели? Ну, что увидел? Что спортсмен не смог, так скажем, внизу отработать, хорошо защититься правильно. Здесь у него очень грамотный тренер. Я думаю, они извлекут ошибки из этого боя и в дальнейшем. Ну, вот мы сейчас посмотрим, да, где вот как раз видео-повтор этого момента. Вот таких ярких событий. Вот не дотянулся Владимир в этом моменте. И вот здесь Владимир вроде как и попал по корпусу ногой, но тем не менее не очень-то и зацепил. Не очень приложился. Бахтияр Тойчубаев победитель первого боя сегодняшнего дня. И вот только что увидели, как Владимир Вивдич пытался, да, с разворота нанести удар и упал. Вот есть же такие, да, моменты, когда вот небольшая оплошность на ринке, да, небольшой, подскользнулся спортсмен, и это стоит победы. Часто бывает такое. К сожалению, бывает. Да, ну что ж, дорогие друзья, вот так завершился первый бой сегодняшнего вечера. Отводилось на этот бой два тура, да, и вот два раунда. Сегодня все завершилось в один раунд. Первый победитель в весовой категории до 63 килограммов Бахтияр Тойчубаев, Кыргызстан. Бахтияр, поделись впечатлениями. Насколько было легко, насколько было, так сказать, интересно проводить поединок с представителем Благовещенска Владимиром Вивдичем? Конечно, тяжело мне. Хороший соперник, сильный соперника хочу сказать, поблагодарить. Хочу вам спасибо, чтобы он в свои бои бы вышел. Все, спасибо. Я ожидал от вас, что будут какие-то борцовские приемы, но их не произошло. Вы постоянно проводили бой в стойке? Да, я постоянно над стойками работал, но я так не думал, партиями заканчивают. Но так получилось, так не ожидал. Все, спасибо. Ну а мы возвращаемся в восьмиугольник.